МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Маленький ручей, крохотный ручей, сделает такой огромный ледопад зимой. Ледовые грибы и отрицательный угол восхождения. Тернистый путь на вертикаль. Излучение в самолете, около сооружения из гранита, рядом с промышленными предприятиями, и даже просто от частиц, дошедших к нам из космоса. А ведь надо еще ежегодно делать флюорографию. Радиация повсеместна, и прикрытий от нее нет. Что такое лист лучевых нагрузок? И кому необходим индивидуальный дозиметрический паспорт? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас об этих и других событиях подробно. С наступающим праздником всех женщин региона сегодня поздравил глава области во время видеоконференции. Картинку транслировали во все районы. Я хотел бы вам пожелать, чтобы в предстоящие праздники вы нашли возможность отвлечься от всех дел и забот, отключиться от рабочих вопросов, передать весь контроль на ваших коллег-мужчин и насладиться любовью близких, чтобы эти дни светило солнце, вас окружала забота, ваших родных, чтобы вы получали неожиданные подарки, чтобы вы зарядились весенней энергией на весь последующий год. На севере и юге, западе и востоке области женщинам вручали цветы, почетные грамоты, поздравляли праздничным концертом. Настроение весеннее, настроение женское. Очень было приятно, что именно мы смогли в том формате, в котором Андрей Александрович решил поздравить женщин, собрать в нашем зале около 70 женщин Сузунского района. И это очень ценно для женщин услышать от первого лица нашего региона такие теплые поздравления. В канун праздника погода преподнесла сибирячкам приятный сюрприз и порадовала оттепелье. Сегодня днем местами столбик термометра поднимался до плюс 2 градусов по Цельсию. Однако температурный рекорд не побит. Несколько теплых дней в первой декаде марта специалисты фиксировали и в 2007, и в 2014 годах. Интересно, что по многолетним наблюдениям этот весенний месяц в наших широтах считается самым сухим. Количество осадков, которое выпадает в Новосибирске в марте, в среднем 29 мм. Даже летом и осенью больше. А вот по силе ветра март, по мнению синоптиков, самый некомфортный месяц в году. Направления меняются резко, дует часто. Сегодня в этом смогли убедиться. Горожане порывы во второй половине дня достигали 15 метров в секунду. Зато цветов в Новосибирск в первой декаде марта завезли в 6 раз больше обычного. Розы, тюльпаны, хризантемы, герберы. Композиции букеты. Большие и маленькие. Сегодня и завтра самый популярный товар. Мужчин не пугают ни очереди, ни богатства выбора. Ведь сориентироваться помогают профессиональные флористы. Фрукты подбираются и овощи очень тщательно. Каждая морковка, каждый баклажан должны быть очень красивые, они должны быть фактурные и, естественно, флористические. Фрукты, солнечная мимоза и несколько метров скотча. Профессиональные фудфлористы знают, как из этого набора собрать произведения искусства. И если чайные или ореховые наборы становятся классикой, их чаще дарят врачам и учителям, то удивить друга можно шуточными букетами. Есть, допустим, есть овощные букеты. Это букеты, например, капустный букет. Капустный букет можно подарить как девушке, так и парню. Парню можно подарить, например, к деньгам, а девушке можно подарить к хорошей фигуре и к ребенку, например. Вероника Тарасова собирает и букеты рецепты. Яблочно-морковный фреш, овощи для рагу или борща. В таких наборах можно проявить фантазию. Правда, есть табу. Секреты флористы не раскрывают, но, например, логичное правило не использовать половинки фруктов. Они быстро теряют товарный вид. Сегодня собираем весенний букет. Это восьмимартовский букет с яблочками, с авокадо, с мимозой, с гиперикумом и с листьями салала. Полюбоваться таким букетом можно сутки. Дальше разобрать и съесть. С цветовой и вкусовой гаммой фруктового микса экспериментируют. А вот главные символы праздника – тюльпаны, цветы самостоятельные. Из-за богатой зелени к ним в букет даже не требуются украшений. Главное – определиться с цветом. Алые лалибелла. Когда они в полном открытом состоянии, солнце на них попадает, они алеют, как алые паруса. Сорта North Future, Sweet Rose и Destination на короткой ножке. Камбэк – на длинной. Его бутоны долго простоят закрытыми, а вот желтые и бахромчатые раскрываются раньше всех. Выбрать букет можно под характер женщины. Например, Cassia – сорт с нежно-розовыми бутонами для чувствительных натур. Главное – знать, как сохранить цвет букета. Нужно почаще менять воду. Воду желательно холодную. И срезать буквально полтора миллиметра со стволика. Тогда они более хрусскими становятся и стоят долго. Если купили букет заранее, до праздника лучше убрать его в холодильник или завернуть в мокрую бумагу. Сегодня отмечают флористы наиболее популярные яркие цвета – красный и фиолетовый. А еще цветов стали брать больше – по 5-7 штук для букета. Екатерина Киселева, Артем Валевич, Новости ОТС. Ажиотаж сегодня в торговых центрах и салонах красоты. Впереди четыре праздничных выходных. Неудивительно, что услуги дамских мастеров расписаны по часам еще накануне. Но основной наплыв клиентов ждут завтра. А сегодня праздник отмечают в трудовых коллективах. Так медали и очередные воинские звания вручили женщинам в штабе 41-й армии. Поздравления от командующего генерала-лейтенанта Алексея Завизьона. Подарки и цветы от коллег. Женщины военнослужащие всегда готовы прибыть на службу по необходимости обязательно. Никакой особой подготовки нет. Мы всегда красивые и готовы к празднику. Новосибирская общественная организация усыновителей «День Аиста» получила президентский грант. Миллион рублей потратят на организацию тренингов для семей с приемными детьми. Чтобы научиться дружить, стать близким человеком, ребенку которого однажды бросили, который не умеет доверять, нужно не только желание, необходимы знания и терпение. Непоседу Егора семья Мочерет усыновила, когда малышу было 4 месяца. Свою биологическую маму он, конечно, не помнит, но до сих пор плохо спит по ночам. Сегодня Алена и Дмитрий, едва сдерживая слезы, вспоминают, как трудно было первое время. Перемещает ребенка, он начинает реагировать, он плачет, он не спит. Мы месяц не спали практически, он спал по 20 минут, потом 2 часа укачиваешь, еще 20 минут спит. То есть постоянная тревожность. Психологи говорят, травма от предательства у таких детей никогда не проходит, откладывается в подсознание. Пусть даже бросила их мама сразу после родов. И с каждым годом эти тревожности, страх могут создавать все больше трудностей. А иногда приводят к тому, что от малыша снова отказываются. Уже приемные родители. Помогают в таких ситуациях психологи общественной организации «Усыновители День Аиста». Проводят индивидуальные консультации и тренинги. Это кадры с одного из них. Семьи выезжают на несколько дней в пансионат, где родители вместе с детьми проходят своего рода квест. Каждое задание с психологическим подтекстом. К примеру, найти с закрытыми глазами маму или папу. В процессе игры видно сразу, какие отношения, какие особенности. Помочь им указать на какие-то моменты, где им сложно между собой договариваться, как они это делают. Обратить внимание, как лучше сделать, чтобы ребенок лучше слышал. И установить этот контакт. Потому что за это время, за какие-то 3-4 дня, все начинают сближаться, сдружаться. И родители, и дети начинают чувствовать себя лучше. Семья Плетневых тоже прошла тренинг. «У нас действие пошло где-то через месяц. То есть я увидела, что ребенок на самом деле успокоился, убралась, тревожность ушла. Намного в семье комфортнее, спокойнее стало». Такие тренинги – самое действенное средство во время кризиса отношений с приемными детьми, говорят психологи. Помогают сохранить семью. «Научаются главному, они научаются распознавать потребность, когда им нужна психологическая помощь. И вот знаю, что несколько семей после этого выездного тренинга пошли в другие проекты сопровождения. То есть они почувствовали какую-то свою, возможно, слабую сторону». Однако такие тренинги аисты давно не проводили. Не было денег. Теперь получили президентский грант. Средств хватит на три выезда. Один уже прошел. Следующие в марте и июне. Елена Мирошниченко, Евгений Агеев. Новости ОТС. К другим темам. Медведя на логотипе «Единой России» развернут лицом к избирателям. Это одно из предложений по ребрендингу партии. Не только внешнему, но и внутреннему. Во фракции планируют серьезные перемены. «Единая Россия» делает ставку на плодотворную работу в регионах. Об этом рассказал сегодня секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак. Мы непосредственно в Новосибирске высадим десанты, и Минфиновский, и Минсель-Козовский, и представители российских железных дорог. Здесь целый комплекс решений, которые необходимо будет принять для того, чтобы в последующие циклы наших таких ситуаций не повторять. Регион, могу сказать, оперативно отреагировал. Это информационные итоги дня, прямой эфир. И смотрите далее в нашем выпуске. Мы надеемся, что первый блин не будет комом. И мы надеемся, что концерт удастся, и потом мы будем уже с этим концертом работать дальше. На выставке собраны очень редкие кадры. К примеру, чтобы заснять Росомаху с детенышем, канадский фотограф-анималист потратил пять лет. Про последнюю лучше всех. Ты лучше всех? Да. А кто тебе ее вручил? Максим Галкин. Весна уже вступила в свои права, по крайней мере, на календаре. И, несомненно, любая модница захочет поменять гардероб. Беспроигрышный вариант верхней одежды в новом сезоне, конечно же, пальто. Его универсальность и практичность позволяют создавать повседневные и нарядные образы. Большинство моделей представлены с рукавом в три четверти. Он оставляет кисть обнаженной, позволяя включать в женский образ дополнительные элементы, например, длинную пару перчаток. Даже самые требовательные модницы найдут в мехоплазе пальто по душе – элегантное или романтичное. На современном рынке пальто представлено множество российских производителей, которые демонстрируют высокое качество продукции по очень привлекательным ценам. Огромное разнообразие моделей из новой коллекции мехоплаза 2018 года позволяет выбрать пальто в нужном для вас стиле. Классического кроя и фантазийные, ярких и пастельных тонов. В мехоплазе найдется все. Размеры от 42 до 66 порадуют как миниатюрных девушек, так и дам с роскошными формами. Встречайте весну вместе с мехоплаза. Вокзальная магистраль 1. Новосибирские альпинисты совершили необычное восхождение. Водопады на реке Чулышман в горном Алтае замерзают и образуют уникальный природный комплекс – стену высотой в 300 метров. Выглядит она как декорация для съемок очередной части «Игры престолов». Но кадры ее штурма – подъема по вертикали. Не постановочные. Один удар молотка и альпинист под хрустальным градом. Все вперемешку – мельчайшие крупинки, большие фрагменты, которые по форме напоминают линзы. Движение вверх на острозубых кошках требует особой техники. Правую руку забил, значит движение начинается с противоположной ноги. И потом в центро тяжести подводишь под ледорубку. То есть молотки на разном уровне, и получается движение в три такта, а не в четыре, как это хочется сделать. Чулышман, Челушман, Чулушман – это уникальное урочище называют по-разному. Водопады в долине реки замерзают уже в ноябре. Высота у них почти 300 метров. Крутизна – до 90 градусов. Хотя бывает еще и больше. Когда смотришь на этот огромный водопад, кажется, что его сделала большая река. На самом деле ничего подобного. Маленький ручей, крохотный ручей сделал такой огромный ледопад зимой. Когда смотришь на эту стену, кажется, невозможно залезть, потому что она вертикальная и очень страшная. Но стоит сделать шаг, стоит попробовать, и все получается. Особенно, когда мотивируют верные, хорошие, надежные товарищи. Летом здесь отдыхают сотни туристов. Зимой – никого на десятки километров вокруг. Лишь спортсмены нарушают тишину удаленного от цивилизации ущелья. Говорю, рация у тебя рядом, он идет за перегиб, мы его не будем слышать. Рация рядом. Связь друг с другом только по рации. Расстояния между напарниками настолько велики, что подчас докричаться невозможно. Отрицательные нависания на ледовых стенках и грибообразные карнизы добавляют сложности и адреналина. И позволяют творчески чертить линию подъема. Через пещеры, колонны, сосульки, ажурные шторы. Ну и тут как бы по пути надо искать. То есть там, где я лез, там деваться некуда, все однозначно. А здесь, короче, сюда можно инуть, сюда. Лидируют по очереди, меняются. Каждый может поработать первым. То есть организовывать страховку напарникам. Поднялся метр на три или пять, закрутил ледобур, прощелкнул веревку. Это позволит, если сорвался, не упасть до земли или до полки. Дальше следующие пять метров. И все повторяется. Я смотрю примерно, чтобы никуда там не прилететь в полку, чтобы ноги не сломать. То есть, в принципе, срыв – это считается рабочий момент. Я, конечно, не люблю срываться и очень редко это делаю. Но в то же время срыву, чтобы безопасно было. У водопадов на солнечной стороне лед мягкий. Бур входит, будто нож у масла. Там, где тень, приходится прикладывать усилия. Главное – выбрать безопасное место для страховки. Ледопады Челушмана требуют изобретательности. Сложность в том, что очень неоднородный лед. В том, что много пустот, дырочек, которые не очень хорошо крутить буры. Они проваливаются, да? Да, они проваливаются, и это небезопасно, они не держат. Замерзшие великолепия. Водопад Кулузум. Длинная трава, в переводе с чуркского. Куркуре – неистовый. Катуирык – твердая расщелина, теснина. Современное освоение района началось в конце 80-х прошлого века. Тогда построили автомобильную дорогу, преодолеть которую – тоже настоящее приключение для любителей экстрима. Хотя можно прямо по замерзшему водопаду подняться на перевал. Было интересно. Прямо по кайфу. Вот прям ледишь и получаешь удовольствие. Было круто. Чтобы увидеть застывший каскад водопада, в жительнице Тюмени Екатерина Репина преодолела 2000 километров. Но есть и те, кто ради хрустальных стен Челушмана летят через полмира. В январе, например, здесь были испанские альпинисты. Ажурный фигурный лед удивляет всех. Он так, так натек в этот раз. Вон там, прям посерединке, большой осьминог-карниз такой. Так что мы чуть попозже посмотрим, как наши ребята справятся с осьминогом. Справляются всем. Ни одного срыва, ни одного падения. Разве что синяки и ссадины из-за разбитого льда. Чтобы у тебя всегда после каждого движения опора была на ноги. Сегодня альпинисты оставили следы на семи замерзших водопадах Челушманской долины. Ледяных стен в этом уникальном урочище десятки. Кстати, летом с некоторых каскадов прыгают каякеры на небольших пластиковых судах. Так что каньон уже можно считать меккой экстремалов. Светлана Антимонова, новости ОТС. В условиях Среднегорье возрастает и риск облучения. Солнечная активность там гораздо выше, чем на равнине. Врачи утверждают, современный человек получает лишь треть облучения от искусственных источников, вроде рентгена. Остальное приходится на естественное излучение. Избежать радиации, которую называют медленным убийцей, невозможно. Но вот как свести риск к минимуму, узнала моя коллега Наталья Цопина. Излучение в самолете, около сооружений из гранита, рядом с промышленными предприятиями и даже просто от частиц, дошедших к нам из космоса. А ведь надо еще ежегодно делать флюорографию или даже более существенные диагностические обследования. Насколько это опасно? Медики говорят, в лучевой диагностике очень важен принцип целесообразности. Перед тем, как назначить, необходимо взвесить пользу и вред, разработать оптимальный план обследования и контролировать дозу, которую получает пациент. Все исследования записывают в лист лучевых нагрузок. Еще в советское время говорили о том, что у каждого жителя страны должен быть радиационный паспорт. И вносить туда было бы необходимую информацию не только о медицинских обследованиях, но и о месте жительства, и о профессиональных рисках. Если я вот так его разверну, то эффективность его использования будет гораздо меньше. То есть у него принимающая сторона вот эта. Врачи-лучевые диагносты индивидуальный дозиметр получают под роспись. Раз в квартал сдают, чтобы данные занесли в индивидуальный паспорт. Если отдел техники безопасности отметит превышение дозы, медику запретят заходить в рентген-кабинет. Впрочем, отмечают специалисты, восприимчивость к ионизирующему излучению – особенность индивидуальная. Состояние нашей нервной системы тоже влияет на восприимчивость клеток организма к ионизирующему излучению. У меня хорошее настроение, у меня все замечательно, подействовало на мне ионизирующее излучение, мне ничего. У человека в подавленном настроении, в депрессии, на него та же доза излучения подействовала, у него могут быть какие-то поломки в организме. Может быть, поэтому в лучевой диагностике трудятся оптимисты. Для меня это как нарния. Вот я открываю каждый раз компьютер, я захожу в нарнию, но не меньше, потому что там полное счастье, потому что там безумно красиво, безумно интересно, а безумно важно. Да, я понимаю свою ответственность, мое заключение зачастую является приговором для пациента. Об истории рентгенологии и самых современных принципах лучевой диагностики расскажем в воскресенье, 11 марта, в программе про здоровье. Наталья Ацопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Продолжаем выпуск. Исполнитель главной роли в популярном советском фильме «Приключения электроника» проведет новосибирский концерт, посвященный Международному женскому дню. Владимир Тарсуев вместе с Кареном Мовсисяном, Тимуром Гордеевым и другими известными вокалистами областного центра выступит в лофт-парке «Подземка». В интервью журналистам ОТС известный актер рассказал, что приехал в мегаполис один его брат-близнец Юрий, сыгравший Сергея Сыроежкина в культовой детской картине, заболел и остался в Москве. Но новые совместные проекты обязательно будут. Ледовые шоу, театральные постановки, киносъемки. Как в столице, так и в российских регионах. Обычно даже люди говорят, вот, что-то вас не видно. На сегодняшний день у нас с братом уже порядка 30, фильмография порядка 30 картин. В связи с тем, что каналов очень много сейчас. Просто не попадает. И несколько проектов, конкретно голливудские проекты, то есть мы снимались и, увы, здесь их не показывают, мы можем найти в интернете. Поэтому кино – это болезнь, но лечиться от этой болезни не хочется. И нам это нравится, это наша жизнь. В Новосибирском зоопарке проснулись млекопитающие. Последним из зимней спячки вышел бурый мишка Леха. Оттепель разбудила и самых сонливых животных – барсуков. По словам сотрудников зоопарка, животные выходят из спячки постепенно. Некоторые особи могут выйти погулять и снова в спячку до середины весны. Бодрствуют всю зиму только белые медведи. Любимцам публики морозы только в радость. И в продолжение темы. В Новосибирске проходит международный фестиваль материнства в дикой природе. Фотографы из восьми стран мира привезли работы, на которых запечатлели детеныши из самых разных животных. На экспозиции побывала наш корреспондент Екатерина Широкова. Больше 50 снимков фотографов из восьми стран мира. На открытии выставки несколько десятков новосибирцев. Конечно, больше всего экспозиция заинтересовала мамочек с детьми. Мне вот больше понравилось, как сова смотрит на детеныша, который чуть не упал с ветки, и еще на олениху с олененком. Материнство в его разнообразных проявлениях. Любовь, забота, терпение, обучение, игра. Больше года организаторы собирали материал. Выбирали из тысячи фото. Просто увидела несколько фотографий на эту тему. Действительно сильных, ярких фотографий. И это было потрясающее впечатление. И сразу возникло грандиозное желание сделать выставку. Потому что это не просто фотографии дикой природы. Это фотографии, которые несут в себе огромный эмоциональный заряд. По словам биолога Павла Глазкова, выставка показывает искренность поведения мамы и детеныша в дикой природе. Под каждым фото кратко описаны повадки животного и его особенности. Конечно, мы сможем на сегодняшний день защитить природу только через ее познание. Только знания могут остановить человека от разрушения, от нанесения ущерба природы. Почти все представители животного мира с этих фотографий обитают на территории России. Лишь два снимка с японскими макаками и индийскими слонами попали в экспозицию, потому что снимали их наши соотечественники. Чтобы сделать такое фото, анималисты сидят в засаде годами. На выставке собраны очень редкие кадры. К примеру, чтобы заснять росомаху с детенышем, канадский фотограф-анималист потратил пять лет. Росомаха очень скрытное животное. И по словам организаторов, этот кадр чуть ли не единственный в мире. Экспозиция уже побывала в Санкт-Петербурге и Кирове. В Новосибирске выставка пробудет до мая. Екатерина Широкова, Александр Ведерников, Новости ОТС. Трехлетняя Вероника Кеменова из Новосибирска поразила сотни тысяч телезрителей по всей стране. Маленькая сибирячка занимается джиу-джитсу. И за ее результатами в японской вольной борьбе уже не скрыть большие перспективы. В этом убедился Константин Бухтатов. Вероника быстрее всех залезает на канад с десяток раз делает уголок. У нее в копилке золотая и две серебряные медали. Она сама такая целеустремленная девушка. Мы захотели сесть на шпагат, мы сели на этот шпагат, мы захотели залезть на канад. Мы залезли на канад и сейчас Вероника пять раз может уже на канад залезть. Она же самостоятельно может потянуться и раза на кольца. В мартовском эфире программы «Лучше всех» в эфире трехлетняя Вероника Кеменова показала болевой прием на Максиме Галкине. Бой! 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 Больно! Спасите! Все! Сдаешь! И сколько у тебя медалей уже накопилось? Ну, накопилось четыре. Четыре? А последнюю? Расскажи про последнюю медаль, которую тебе дали. Про последнюю? Лучше всех. Ты лучше всех? Да. А кто тебе ее вручил? Максим Галкин. Ты рада была с ним встретиться? Да. Я мечтала с ним встретиться. А еще я буду новогодним в выпуске. Джиу-джитсу Веронику отдал отец. На тот момент ей было два года и одиннадцать месяцев. Параллельно пробовала заниматься коньками, сейчас увлекается рисованием. Но путь в спорт был неизбежен. Я очень люблю спорт, я тренер по физподготовке, я сам помогаю спортсменам готовиться к соревнованиям. И я решил, что я буду ее готовить с самого детства, когда она еще ползала. Я из-под нее коленки убирал, чтобы ей ползти было тяжело. Она немножко, ну, как бы, вредничала, но за счет этого вот развивался характер. На сайте шоу «Лучше всех» продолжается голосование. Ребенок, набравший больше всех голосов, появится в итоговом выпуске программы. Константин Бухтатов, Евгений Агеев. Новости ОТС. Такой была информационная картина дня. 7 марта в студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо вам за внимание. Хорошего вечера и предстоящих праздничных выходных. Новости ОТС. Новости ОТС. Новости ОТС. На этом о погоде все. Я желаю вам весеннего настроения. До новых встреч. Новости ОТС. Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok